Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Прослойка номер следующая. Комбинация из пальцев. Трактат Йома. Трактат Йома в Мишна, первой главе, шестая Мишна, говорит о том, что из-за ритуальных соображений Коэн-Гадолу не следует спать в ночь Йом-Кипура. Его занимают мудрецы. Если он сам мудрец, то он дискуссирует с ними, обсуждает темы Торы. Если он ученик мудрецов, они с ним это обсуждают, они беседуют. Если он умеет читать, то он читает библейские книги со свитка перед мудрецами. Ну а если, как говорится, его образование не совсем удовлетворительное, он читать даже не умеет, то читают перед ним. И говорит Мишна, что Захарья, сын Кавутала, сказал, что я много раз читал перед Коэн-Гадолом ночью книгу Даниэля. Много раз он читал перед не совсем грамотным Коэн-Гадолом, первосвященником книгу Даниэля. Нас интересует этот человек, точнее его имя. Мишна называет его Захарья, сын Кевутала. Иерусалимский талмуд Масехет Йома говорит, что многие сотни лет спустя спросил Рав Каана, своего учителя Рава, как правильно произносить его имя? Кавутар с буквой Р или Кавутал с буквой Л? Но Рав в это время молился и не мог ему ответить, поэтому он ему сделал знак пальцами, показал ему птицу и понял из этого ученик, что произносить надо Кавутар. Классические комментаторы в попытке понять, о чем нам говорит Иерусалимский талмуд, делали различные попытки. Так, допустим, они полагали, некоторые из них, что сделал знак, изображающий кричащую птицу. Также говорилось о возможности, может быть, палец был загнут на 90 градусов, чтобы показать букву Р, Рэйш. И даже Маркус Джастро, талмудический лингвист 19 века, реформист Кировин, тоже не дал реального ответа, а сказал, что, скорее всего, Рав сделал круг в воздухе своим пальцем, и это каким-то волшебным образом дало его ученику знать, что надо произносить с буквой Р, а не с буквой Л. Все эти комментаторы, скорее всего, наверное, не совсем смогли объяснить это место в Талмуде, а вот почему. Причина в том, что когда изучаешь Талмуд, иногда надо вспоминать, что фарси, язык, в котором писался Талмуд, в котором жили мудрецы Талмуде, этот язык существует, и на фарси, на языке фарси кабутар означает ничто иное, как голубь. На пахеливийском диалекте иранского языка, диалекте, распространенном во времена Талмуда, кабутар, это голубь. На современном литературном иранском языке кабутар, на индийском языке это тоже кабутар, и даже на таджикском литературном языке. Поэтому Рав, скорее всего, помахал пальцами во время молитвы Раву Каане, изображая полет птички-голубя. Также очень может быть, что Рав сделал некую вот подобную комбинацию своих пальцев, которая сейчас известна нам как изображение голубя. Так или иначе, ученик его понял, что Рав говорит о голубе, поэтому стал произносить не с буквой Л, кабутал, а кабутар. В вавилонском Талмуде, скорее всего, никто не сомневался, что это имя означает. Голубь, этот язык был понятен в вавилонском Талмуде, но в вавилонском Талмуде рассказывается другая история, слегка другим углом. Другие ученики перед Равом упоминали эту Мишну, и, как ни странно, Рав опять молился, читал шма Исраэль, и не мог им словами ответить, как правильно произнести имя. Ученик Рава сказал «Захария сын Кафутала» с буквой Ф или, возможно, с буквой П, на что Рав сделал движение рукой, показал ему рукой, и тот понял, что произносить надо с буквой Б или В. В машадийском диалекте иранского языка голубь будет «Кафтар» с буквой Ф. Также он будет на узбекском и таджикском разговорном языке «Каптар». На туркменском «Кепдери». То есть вопрос, который в вавилонском Талмуде возникает, то, что это имя означает «голубь», и, скорее всего, отец Захария, сына Кафутала, Кабутара, был иммигрантом, скорее всего, из Ирана, переехал в Израиль. Из Куэнской семьи. Вопрос был, каким персидским диалектом его имя называлось, с буквой Ф или с буквой В. И Рав объяснил это своим ученикам. Вот так вот простая комбинация пальцев наших мудрецов тоже может многому научить. И она становится ясной и понятной, если мы понимаем культурные условия, в которых шла эта дискуссия, в которых писался Талмуд. В противном случае, читая Талмуд, мы, скорее всего, унесем с собой другую комбинацию пальцев, и, может быть, даже чем-то будем напоминать того Коэнгадола, который нуждается в ком-то еще, чтобы Муд читал и объяснял текст. Всего наилучшего. С вами был Барух Юабов.